Евгений Кувешев дал ряд поручений руководителям министерств и главам муниципалитетов региона по итогам личного приема граждан. Жительница Краснотуринска Наталья Мирюкова в ходе приема пожаловалась на состояние инфекционного отделения городской больницы, где она лежала вместе с сыном, где, по ее словам, в частности, с потолка сыплется штукатурка. Пятиклассница Кристина Бурмистрова приехала на личный прием губернатора со своим классным руководителем Разимой Музафаровой из деревни Васькино Нижнесергенского района. Девочка рассказала главе региона о том, что жители деревни опасаются за состояние единственного моста через реку Пут. Ходить по нему просто страшно. Губернатор, выслушав их, принял решение о выделении средств из резервного фонда на ремонт сооружения. Параллельно с этим, по поручению Евгения Кувешева, будет разработан проект строительства нового моста. И предусмотрены бюджетные средства на эти цели. Будет вам мост. Учись, главное, хорошо. Кристина Бурмистрова. Договорились? Жители Свердловской области достаточно активно обращаются с насущными вопросами в органы власти. По данным заместителя руководителя администрации губернатора Евгения Гурария, в среднем ежегодно поступает около 24 тысяч обращений граждан. Традиционно жители Свердловской области достаточно активны. И мы, безусловно, по поручению губернатора, который в рамках своей программы «Пятилетка развития» в том числе поставил ряд задач по активизации работы с гражданами, конечно, пытаемся максимально плотно с людьми работать. Губернатор поставил ряд задач по усилению работы личной с гражданами, потому что, безусловно, зачастую есть вопросы, которые нужно непосредственно разъяснять лично людям. У нас 24 октября первый раз прошел единый день приема граждан в режиме видеоконференции, чтобы тем людям, которые находятся в отдаленных муниципалитетах, мы выбираем по несколько муниципалитетов и выводим людей на видеоконференцию. Замгубернатор принимает, он прошел первый раз 24 октября и будет проходить ежеквартально. У нас отдельно администрации губернатора поставлена задача плотно работать по наиболее сложным вопросам. Мы эти фиксируем вопросы, это социально значимые, коллективные, наиболее сложные, которые сходу не получается решить. И совместно с нашими органами власти проводим встречи, эти встречи с заявителем, либо группе заявителей, которые обратились, вопросы разъясняются. Всего в третьем квартале 2017 года в адрес губернатора и правительства Свердловской области поступило более 7 тысяч обращений. Из них более 70% были направлены уральцами в электронном виде. Из 7 тысяч поступивших в третьем квартале обращений более 6,5 тысяч были рассмотрены. С остальными работа еще ведется. Что касается Артемовского городского округа, то приемы граждан также проводятся регулярно. Кроме этого, можно написать обращение к главе муниципального образования в интернет-приемной на сайте артемовские66.ру. В настоящее время на официальный сайт нашего округа зашли и оставили свои обращения более 450 человек. Только выполнены они или будут рассмотрены, ответ получите только вы на свой адрес электронной почты.